Сука, получи, блядь, получи, сука, получи, говно, говно, получи, говно! Фух. Игра называется «История ужасов воскрешения», посмотрим, чё кого. Кстати, на самом деле, графика, я бы не сказал, что прям сильно плохая, мне нравится уже. Поехали. Наш герой Алекс узнаёт о месте хранения книги мёртвых в небольшой заброшенной деревне. Есть древний дом. В этом доме должна быть хозяйка, которая хранит книгу мёртвых. Старая женщина, обладавшая экстрасенсорными способностями. Алекс сможет связаться с потусторонним миром с помощью книги и раскрыть тайну мистической смерти супруги. Приблизившись к дому, Алекс наблюдает, как хозяйка дома спрыгнула в колодец. Ужасное зрелище. Какая-то старая-старая деревня. Окей. Фонарика у меня нет. О, сука, крыса, вонючка! Крыса напугала. Не буду трогать, неприятно пахнет. Холодильник не хочу открывать. Страшные звуки. Нечеловеческий голос. Бля, слушай, мне жутко. Ржавая бензопила. Если отрежу себе руку, воспользуюсь. А он хорош! Вот и отсылка, кстати говоря. Вот и отсылка. Ну-ка, на что отсылка? Кто скажет? Лопата. Надеюсь, не пригодится. А я на скрине видел, что пригодится. Старый колодец, думаю, уже высох. Окей. Так, ладно, это было страшно. Слушай, у меня от звуков мурашки. На самом деле тут очень... О, блядь! Очень классные звуки! Лестница очень старая. Не рискну ей воспользоваться. Ладно. Господи, какие звуки? Не открыть! Прям большими буквами написано, чтобы мы понимали, что это не открыть тут. Понимаете? Слышь, ты чё орёшь? Ужас. Так, ладно, вот старый колодец. Бабка, видимо, сюда скинулась. Ага. Но нам всё-таки в дом нужно зайти. Всё-таки нужно что-то искать в доме. А-а-а! Вот оно чё! Я даже и внимания не обратил сначала. Ёб твою мать! Так бабка же в колодец скинулась! А-а-а! Нихуя себе! О-о-о-о! Этого я не ожидал! Ух ты, ёб твою мать, блядь! Простите. Простите, это было страшно. Этого я не ожидал. Дверь закрыта, нужен ключ. Да нахрен мне туда вообще надо! Ух, блядь. Ух, блядь. Ладно, пустой ящик, пустой ящик. А где нам ключ-то взять? О! Записка! Читать. Что вы видите? Проклятие! Рядом с тобой сейчас! А-а-а! Так, э-а-а! Проклятие! Рядом с тобой сейчас! Я успел спрятать ключ от этой мерзкой комнаты повыше! Выход есть! Утопиться в колодце! Обратная сторона. Мефистофель! Нет, трудновато выйти мне теперь. Тут кое-что мешает мне немного. Волшебный знак у вашего порога. Фауст, не пентаграммаль этому виной? Но как же? Бес пробрался ты за мной. Каким путем в просаг попался? Мефистофель, изволили ее бы плохо начертить, и промежуток в уголке остался. Там у дверей, а там у дверей, и я свободно мог вскочить. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число это человеческое. Число его какое-то там. Чего, блядь, что я только что прочитал? Это загадка какая-то, я понял. А где нам код этот вводить нужно? Я не знаю. Короче, нам что-то, по-моему, повыше. Она сказала повыше. Я взял топор! Хуясе, топор можно в руке держать! Только на, блядь! Ой! Слушай, а я даже... Я... Это первое просто, что в голову пришло, прикиньте. Ну, типа, залезть в окно. Почта пора. А, куда? Туда. Куда? Что ты показываешь? Нам теперь не вылезти отсюда. Ага. Она показала, что нужно идти сюда. А, вон туда, походу. О! Нихуя себе! Ржавый хлам. Это что такое вообще? Это колонка, что ли? Или телефон? Что это? Тут очень много инструментов. Старые инструменты. Использовать ржавый хлам. Это что такое вообще? О, запис очка. Толпы людей ходили ко мне со своим горем воскресить их любимых. Но каждый ритуал с проклятой, с проклятой книгой открывал проход в наш мир ужасу и отчаянию. Дом стал пристанищем демонов и призраков, призванных с мира мертвых. И я попаду в ад. Конечно, блядь, будешь так пугать людей, естественно. И не туда попадешь. На мой топор. Сука, на топор мой попадешь, блядь, сказал. Ам! Что это было? Ёб твою мать, это был гроб. Господи, что за чертовщина. Ладно. Ничего не происходит. Господи, что за чертовщина? Сука, полути, блядь, полути. Сука, полути, говно. Говно, полути, говно. Фух. Слушай, мне кажется, нам надо еще раз записку прочитать. Так, здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число это человеческое число его. Что за, блядь, число его? Сука, полути, блядь, полути, говно, полути! Не надо. О, есть. Есть! Я на крыше. Получи, игра вонючая. Бля. О! Нихуя себе. А вот тут вот пароль, кстати говоря. Может, три шестерки? Слышь, тебе сейчас дать или нет? Или потом? Тебе сейчас втащить? Сука. Получи, блядь! Получи, говно! Сука, демон, вонючка! Ай, блядь. Получи, блядь! Ау! Ау! Пау! Пау, ма-фау! Пау, ма-факу! Пау, ма-факу! Пау, ма-факу! Бич! Сак ма вол! Сак ма дик, бра! Сак ма дик, бра! У-у-у! Замочил куска! Это было сложно. Немножко. Давай три шестерки попробуем, ну не знаю Мне кажется, нет, слишком просто было бы Ладно Ладно, все-таки значит я не тупой, ребят Стример не тупой Вот вы догадывались, что три шестерки будет? Только не врите мне, ладно? Ключ от двери взят, отлично Супойня, блять, не ори Не ори Ой Сука, заткнись Сука Нихуя тебе Закрыто, только получи, получи, блять Только получи, блять Получи, блять, получи, говно, кусок Сука, ад, блять, на На, сука, на, бля Хуяся Это же НЕКРОНОМИКОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООН Простите Вот смешно На самом деле прикольная игра, мне понравилась Ну нихрена, непонятно, ну типа очень быстро Записок бы больше, сюжета бы больше Но в целом, в целом неплохо Мне понравилась Эта игра называется История ужасов воскрешения Если вы хотите поиграть в неё сами, пожалуйста В стиме она есть Продолжение следует...